Этого мужчину в шутку можно назвать наркобароном. Пару лет назад предпринимателя взяли за кондитерский мак, который он вез из Казахстана вместе с другими продуктами в свой магазин. Теперь Сергею и двум продавцам грозит серьезный срок, якобы за сбыт наркотического вещества, видимо, сладкоежкам. По этому делу прошло уже порядка 40 заседаний. Последний Сергей пропустил. Дело в том, что мужчину госпитализировали с гипертоническим кризом. Стационар, потом кардиологический диспансер. Почти два месяца на больничном. При этом, утверждает мужчина, каждый раз он предупреждал о своей неявке. У нас, допустим, 18 числа заседания, 17 числа секретарь судьи центрального района мне звонит и говорит, что вот, как у вас здоровье? Я говорю, вот я нахожусь в стационаре. Можете явиться? Нет, не могу. Я нахожусь в стационаре, мне спрашивают, где я? Я говорю, там-то, там-то. То есть все хорошо, мы будем делать запрос. В итоге, 18 июня Сергея объявляют в розыск, так как он якобы скрывался от суда. Об этом он узнал в больнице. Недавно дело рассмотрели в суде центрального района, сегодня в Краевом. Сергей уверяет, что предоставил в суд все документы, которые доказывают, что он не мог прийти в суд. Но... Постановление центрального районного суда города Барнаула от 18 июня 2021 года в отношении Сиренко Сергея Викторовича оставит без изменения. Апелляционные жалобы адвоката и подсудимого без удовлетворения. Был на больничном, но ходить-то мог и не приехал. Теперь, по идее, Сергею грозит заключение под стражу. Однако после заседания мужчина так и не понял, что ему теперь делать. Постановление вынеслось, и мне сказали, что все, свободен, иди. То есть, и я не могу понять, что мне делать. Если я сейчас отсюда ухожу с суда, значит, получается, что я еще и от Краевого суда скрылся. Либо мне идти, мне как пояснили в секретариате, да, что идите в милицию и скажите, что вот я такой-то, в какую милицию. Меня кто будет искать и что мне вообще делать. То есть, никто не знает, что произошло, если мы в течение часа ходили, выясняли по канцеляриям, что нам дальше делать. Я обострилась все в последнее время, потому что видим, что происходит. Да и у меня, абсолютно здорового человека, я не смогла до конца ребенка выносить, получается, на всем этом. Каждый день, как на пороховой бочке сидишь. От каждого реально шума какого-то стука вздрагиваешь и с опаской двери открываешь. Потому что, как бы, я понимаю, что это решение суда, вступившая сила, и рано или поздно за ним придут. Теперь семья намерена обращаться в кассационный суд в Кемерово. Дальше готовы дойти до Верховного суда. Неоднократно она снова и газета писала, как бы, на связи постоянно с главным редактором. Поэтому я это так просто не оставлю, если его даже закроют. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.